Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Сегодня в эфире. Уроженцы Западной Армении Рустам Гаспарян. Армяне и армянское Капры Карпеты. Европейский союз лице Шарля Мишеля называет народ Арцаха армяне, проживающей бывшей НКО Геам Степанян. Европейский суд по правам человека потребовал от Баку предоставить сведения об условиях содержания двух армянских военнослужащих. Пришлые пытаются присвоить культуру коренных народов территории Топанимы Рубен Меликян. Книга Армена Миружаняна «Портрет армянской общины. Интересные факты». Месяц западноармянской литературы Национальной детской библиотеки имени Фенко Апер. Уроженцы Западной Армении Рустам Гаспарян. Кавалер Ордена Золотой Орел Рустам Рафикович Гаспарян родился 11 апреля 1961 года в селе Джамфида Октемберянского района Армавирской области. Учился в средней школе родного села, окончил Армавирский университет Арарат по специальности юрист. С 1988 года участвовал в арсавском движении, основал в родном селе отряд Севховаз, занимал должность командира отряда, принимал участие в защите и освобождении границ Арцаха и Армении. Боевой путь Севховаза начался с защиты границ Ерасха, продолжился освобождением почти всех районов Арцаха. С 1994 года по 2000 год служил в вооруженных силах Республики Армения, занимая различные командные должности. В дни 44-дневной войны отряд под командованием Рустама Гаспаряна вновь был на передовой. Сыновьям Рустам дал достойное бойцам воспитания. Не случайно, что вместе с одним из сынов отправился на фронт. С 28 сентября в Шаумяне и с 11 октября в Гадруте отважные бойцы отряда неукоснительно выполняли поставленные перед ними боевые задачи, оказывая мощные атаки противнику. В 2020 году по машине Рустама Гаспаряна из БПЛ Азербайджанских вооруженных сил был нанесен удар, в результате чего сын, 29-летний Рафи Гаспарян, скончался на месте. Рустам получил травму головы. 16 октября Рустама Гаспаряна прооперировали Степанакерти, после чего перевели в медицинский центр Гориса, далее в медицинский центр Ирбыни. Рустам Гаспарян скончался 17 октября. Армянская Нагорье – один из ревернейших центров корпородкачества. Армянский ковер и карпет в разных регионах, в разные периоды имел свои названия. В армянской литературе в переводе с Библии слово «карпет» встречается с V века. На протяжении веков слово «карпет» в литературе был синонимом ковра. Известны следующие названия ковра «Хали и Гали», происходящие от арабского названия города Каликала «Карин», известного богатым ковровым искусством. В средневековой армянской литературе встречается еще один синоним ковра «базмакан» от слова «базме». Благодаря красному, белому, синему, зеленому, желтому цвету армянские ковры имели гармоничную окраску. Желтый цвет получали из растений желтой окраски, красный – из воротан, кармира, зеленый – и оттенки коричневого – из корупы грецкого ореха. Из кожуры граната получали черный, для синего цвета использовали технологию смешивания красных разных растений. Известный краситель индигу в основном импортировался из Индии. В средние века популярность армянских ковров во многом была обусловлена оттенками воротан, кармира, благодаря чему в эпоху арабского халифата армянские ковры называли красными коврами. Одной из особенностей армянских ковров – овечья шесть бальбас, используемая в качестве сырья, в широком распространении использовалась шерсть ангорского козла. В регионе была развита структура выращивания хлопка и шелковой нити. Главная особенность армянских ковров – орнаменты, ни один из которых не соткан без символики. Каждый орнамент имеет свое значение и смысл. Армянские ковры несут в себе множество ритуальных, изобразительных и идейных орнаментов. Орнаменты, используемые в армянских коврах, применялись в культуре, миниатюре, архитектуре, производстве серебра. Крайне разочаровывает, что Европейский союз лица председателя Европейского совета Шарля Мишеля обращается к народу Арцаха, именуя их армяне, проживающие в бывшей НКО, игнорируя факт существования десятилетиями арцахской государственности, основанной на реализации основополагающего неотъемлемого права на самоопределение. Об этом на своей странице в Facebook написал омбудсмен Арцаха Геам Степанян. Подобные формулировки, сделанные преднамеренным союзом, защищающим ценности прав человека в мире, не только оскорбляют чувства арцахства, но и оказывают разрушительное воздействие на процесс мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, игнорируя права его основного бенефициара народа Арцаха. Игнорирование воли и интересов народа Арцаха, умышленное уклонение от использования термина «Наргорный Карабах» однозначно не способствует мирным переговорам, проводимым по инициативе Евросоюза, а открывает путь к насильственному подчинению имеющего стабильный уровень демократии Арцаха армянофобской и авторитарной власти Баку. Правительство Западной Армении коснулось заявления Шарля Мишеля, назвав их, мягко говоря, некорректными и безосновательными. Как мы неоднократно отмечали, народ Арцаха и Шаумянского района еще в 1991 году отделился от бывшего СССР, не будучи официально действующим неправомерно-политическим субъектом территориальной частью бакинских властей. Своими заявлениями Шар Мишель раскрывает двуликость Европейского совета. Европейский суд по правам человека потребовал от Баку предоставить сведения об условиях содержания двух армянских военнослужащих. На основании заявления, подданного ранее правительством Республики Армении, Европейский суд по правам человека принял решение и потребовал от Баку до 6 июня этого года предоставить сведения о нахождении двух армянских военнослужащих в Баку. В плену они или в ином статусе. Как сообщили Арменпресс в офисе представителя по международным правовым вопросам, в случае положительного ответа Баку суд потребовал предоставления сведений об условиях содержания военнослужащих, состояниях здоровья и медицинском осмотре. 28 мая офис представителя по международным правовым вопросам направил в Европейский суд по правам человека заявление о защите основных прав двух военнослужащих вооруженных сил Республики Армения, находящихся в Баку, с требованием принять промежуточные меры к Баку в соответствии с правилом 39-го регламента суда в целью предотвратить нарушение прав армянских военнослужащих. При этом было представлено требование о предоставлении сведений о месте их пребывания, условиях содержания и состояния их здоровья. В Ереване кафедра ироноведения ЕГУ и Центра Кавказоведения Тегеранского университета совместно организовали круглый стол обсуждения на тему «Имеющуюся историю тысячелетней дружбы Армении и Ирана. Региональные процессы». «Мы считаем своей миссией также способствовать созданию научно-культурной атмосферы для армяно-иранских отношений, поскольку политические, дипломатические и экономические отношения часто формируются именно в подобной атмосфере», сказал в начале обсуждения заведующей кафедры ироноведения ЕГУ Вартан Восканян. Декам факультета востоковедения ЕГУ Рубен Мекунян в свою очередь указал, что для нас большая честь и радость приветствовать такое научное, можно сказать, цивилизованное мероприятие, корни которого уходят вглубь тысячелетий, и они, осознавая свой долг, продолжают эту традицию тысячелетий, которая связывает коренные и древние народы в этом регионе. По его мнению, особенно в этот бурный период, армяне и иранцы могут служить лучшим примером в плане существования жизни бок о бок, уважения друг к другу в вопросе того, чтобы дорожить и беречь мир не на словах, а на деле. Завезенные в регион народы не только не освоили правила игры, дружбы и мира этого региона, но и пытаются изменить, трансформировать, извратить эти устоявшиеся реалии, принося вражду, войны, вандализм и прочее. Пришлые и завезенные народы присваивают или пытаются присвоить не только культурно-литературно известных писателей, но и территории и даже топонимы коренных народов. В этом контексте армяне и иранцы являются мишенью пришлых. Посему мы более чем обязаны продолжать пропагандировать наши вековые лучшие традиции на научных площадках. Благословением и при поддержке главы российской и новой Нахачеванской епархии Армянской апостольской церкви Архипийского Езраса Нарсисяна вышла в свет новая книга редактора петербургской газеты «Аватанг» писателя и переводчика Армена Миружаняна «Армянская община в картинах и лицах». От основания города до 30-х годов XX века. Научно-популярная книга посвящена истории армянской общины Санкт-Петербурга. В книге отражены интереснейшие факты и события, начиная от времени формирования общины во времена Петра I и до ухода с исторической арены аристократических армянских родов, которые сыграли значительную роль в жизни страны. Многие имена и события освещаются в книге впервые. Миружанян мастерски рисует жизни видных представителей различных сфер, обращаясь в том числе к портретам таких деятелей, как Лазаряны, Лорис Меликов, Мадатов, Айвазовский, Суриняц, Экмалян, Романос Меликян. Автор показывает, что российские армяне не были сторонниками и наблюдателем происходящих событий, интегрировавшись в русскую среду, лелеяли мечту об исторической родине. Добавим, что на обложке книги Армена Миружаняна отмечен фрагмент дверной решетки армянской церкви Святой Екатерины, созданный по эскизам Александра Таманяна. На последней странице мы видим старинный ключ, которым когда-то открывалась дверь армянской церкви Сурб-Арутюн. Правительство Западной Армении приветствует любые издания, описывающие жизнь и деятельность спасшихся от турецкого этагана и рассеянных по всему миру уроженцев Западной Армении. Книга Армена Миружаняна подтверждает силу и способность коренных народов. Армяне, где бы ни они ни оказались, заботясь о благоустройстве своей семьи, первоначально занимаются вопросами восстановления и укрепления родины. Герои книги являются примером этого. Пример тому Лорис Меликов, будучи министром внутренних дел Российской империи, по факту премьер-министр с обязанностями диктатора. Лорис Меликов успел осуществить часть своих мечтаний, освободить ряд провинций Западной Армении. Именно поэтому депортированные армяне при первой же возможности поступить на службу структуры параллельно служат родине. Еще раз выражаем благодарность Армяну Миружаняну и прочим деятелям, которые своим патриотизм передают поколениям патриотический образ жизни великих армян. В Национальной детской библиотеке имени Хэнко Апер завершился месяц, посвященный западноармянской литературе. В течение мая посетившие библиотеку дети стали участниками громких чтений западноармянской поэзии, обсуждений книг, литературных встреч, бесед и выставок. С 2010 года западноармянский язык включен в электронный атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения ЮНЕСКО, получив статус, определенно находящийся под угрозой из существующих уровней опасности. Осознавая роль и значение каждого культурного центра в деле сохранения языка, находящегося под угрозой, библиотека взяла на себя миссию по новому раскрытию западноармянского литературного наследия и западноармянского языка для детей. В рамках программы детям, посетившим библиотеку, были представлены произведения Макартыча, Пешик Ташляна, Сиаманто, Ванна Текиана и Варей Кача. В рамках проекта детям предоставилась возможность послушать патриотические песни и сказки на западноармянском языке. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!